Музыка Расписной, радость и благодать В сумерках поздней весной Сладко по книге гадать В синим вечернем окне Птичьи оркестры трубят Внученька, даже во сне Горе минует тебя В майских гремящих садах Воздух черешневый мед Книга в любимых руках Чистый праведно врет Здравствуйте! Это очередной выпуск программы Гость студии на народном телевидении Мордовии Я с удовольствием в эти прекрасные Весенние дни представляю Нашу прекрасную гостью Это поэт, писатель, прозаик Очень известный в Саранске и в Республике Творческий человек Наталья Рузанкина Здравствуйте, Наташа Здравствуйте, Сергей Признаюсь, я давно мечтал Увидеть вас в этой студии Всю свою жизнь вы посвящаете творчеству Литературному творчеству Как это получается? Где-то, наверное, это, конечно же, и сила характера Потому что она необходима творческому человеку Чтобы состояться Во-первых, все творческие люди Это люди с характером Ну и, наверное, это Как бы такое Вдохновение, которое я посещала с детства Потому что самая моя первая книга Которую я прочитала Половину я, конечно, не поняла Но тогда я научилась читать Это была книга Ершова «Конек-корбунок» Когда я ее прочитала Я подошла к своим родителям и сказала Я тоже буду писать книги Ну, они так отмахнулись от меня Рассмеялись там Что может сказать ребенок? Ну и дальше жизнь потекла своим чередом В первом классе, конечно же Поскольку я уже очень хорошо читала Мне были неинтересны все вот эти слоги Все вот эти буквы, которые учили Я уже читала книги Я прочитала знаменитую сагу Туви Янсена Сага «Мумитролях» Было мне 8-9 лет Я прочитала все то, что тогда было издано у нас Напомню, был Советский Союз И Туви Янсен, поскольку это была финская писательница А финны одно время были нашими противниками в войне Естественно, издали не полностью Но все, что издали в этой замечательной саге О «Мумитролях» я прочитала Я была в восторге Я была вот в этом волшебном мире Который создала Великая Сказочница Дальше я прочитала Это Линдгрен Дальше я прочитала Андерсона Я прочитала все Вот больше всех с детства Почему-то привлекала такая тема сказки и фантастики Ну и первая фантастика, которую я прочитала Это, конечно, были Стругацкие, мои любимые Я очень люблю ранних Стругацких Я очень люблю Страну багровых туч Я люблю Стажеры Я вот люблю эту романтику 60-х Начало 70-х Которая присутствовала Когда верилась только в хорошее, в светлое В скорое покорение космоса В скорое наступление общего счастья на Земле Да, вот такая, значит, утопическая была у них мысль Да, как и у всего тогда советского народа И вот я очень люблю ранних Стругацких Конечно, я замечательно Их понедельник начинается в субботу Это одно время была моя настольная книга Но не в восемь же лет, как я надеюсь В восемь это была Туви Янсон Это была Линдгрен Значит, это была Сельма Лагерлев Знаменитые путешествия Нильса с дикими гусями Это было огромное количество сказочной литературы А уже Стругацких я читала, когда мне было 10, 11, 12 лет И, конечно же, это мифология Это мифы Древнего Египта Это мифы Междуречья Это мифы Древней Греции Такая прекрасная сказка В обработке, конечно же, известной книги Это в обработке Куна Потому что настоящие мифы Древней Греции Они очень тяжелые Они очень, я бы сказала, натуралистичные Если сейчас вспомнить Вергилия Вспомнить о виде то же самое То есть это все изучается уже Будучи человеком, когда он начинает учиться На том же филологическом факультете В курсе античная литература А я читала это в такой светлой, красивой обработке Вот эти вот мои книги детства Они как бы такую путеводную нить протянули ко мне И я стала пробовать писать Сначала это были какие-то коротенькие зарисовки О моих домашних, о моих животных Естественно, как в частном доме были кот и собака Я, значит, про них писала Я писала про дедушку и бабушку Которые меня воспитывали до 16 лет И самое дорогое для меня слово в детстве И до сих пор остается эта бабушка Кто-то помнит маму, кто-то помнит папу Я помню бабушку Вот эту бесконечную любовь Видим дневные дни Это счастье, что есть бабушки на свете Я помню, сейчас вот я дословно не помню Есть великолепное стихотворение у Евтушенко И смысл этого стихотворения Что мы будем счастливы, пока тихо ходят бабушки по земле Сейчас вот я наизусть, к сожалению, его не помню Вот Вместе с прозой в жизнь пришла и поэзия Сначала это были классические У меня был двухтомник Сергея Михалкова Ну что там для ребенка 7-8 лет Это было «Огни и борто» Потом пошли, значит, уже в подростковом возрасте Это стихи всеми нами подростками любимого Эдуарда Осадова Потом это была военная поэзия Константина Симонова Потом была Юлия Друнина Ну и последнее мое увлечение Вот я открыла год назад замечательнейшего поэта Я могу сказать, что от Михалкова и Осадова Я перешла к Анне Долгоревой Я очень люблю Анну Долгореву Это поэт воюющего Донбасса Это военкор, это героическая личность совершенно потрясающая Которая находится на переднем краю сейчас сражения Но периодически она вот Ее приглашают в Россию Она выступает со своими стихами Очень люблю ее поэзию Читая ее в телеграме, я просто восхищаюсь Я редко, когда завидовала чужому таланту Потому что, считаю, сама не обделена им Но вот такой поэзии, такому видению мира Я завидую просто по-хорошему И такое мое уважение Вот последнее открытие Это Анна Долгорева и поэт еще Влад Маленко Тоже поэт воюющего Донбасса Военная поэзия Последнее его стихотворение, которое я читала Конечно, это был Ржев И ничуть не хуже, чем великое стихотворение Твардовского «Я убит по Доржеву» Только уже обращенное к нам Вот к тем современникам, которые сейчас вот Растут в такое непростое время Движение в творчестве у человека, определяющего свой путь Должно быть обязательно Человек ищет свою дорогу Ошибается Во-первых, если он занимается творчеством Он начинает искать единомышленников Единомышленников искать непросто С одной стороны могут сказать Какой ты ерундой занимаешься С другой стороны посмотреть и сказать Оооо, это что-то не то с этой дамой И поэтому я встречалась и с первым отношением в жизни Я встречалась и со вторым отношением Просто когда, допустим, любовь к творчеству И само творчество принимали, образно говоря, за ненормальность Я думаю, что я не открыла какую-то галактику Значит, вот в этом Я думаю, что остальные творческие, талантливые люди Они тоже с этим сталкивались Прежде всего со стороны той категории населения Которой я называю мещане Они, может быть, и прекрасные люди Обладающие чудесными душевными качествами Но для них всегда первоосновой будет материальное Для меня всегда первоосновой были это книги Это духовность, это нравственность, это фантазия, это романтика Это полет воображения Вот для меня это прежде всего было первоосновой Моей жизни, начиная с детского возраста Не все это принимали Но те, кто это принимали Мои друзья, которые были у меня среди дворовых друзей Среди школьных друзей Я с ними до сих пор общаюсь Мне с ними легко Они приняли меня такой, какой я есть Но надо сказать, что я потратила определенные, конечно, нервы и силы Для того, чтобы найти свое такое вот окружение Из тех же людей, которые точно так же, как и я Сочиняют рассказы, повести, стихи, так сказать И счастливы этим Допустим, когда я в 16 лет приехала в Саранск Я только через 5 лет смогла найти то окружение Которое я искала и которое было потеряно в моем родном городе В Брянске, в котором я жила до 16 лет Это была литературная студия Пегас В ДК Клуба Строитель Которую организовали замечательный поэт Это мой учитель Александр Николаевич Терентьев И его супруга, поэтесса Валентина Михайловна Юдина Вот когда я пришла туда Я увидела ребят, девочек, которые приходили туда Со своими сочинениями Читали стихи, устраивали поэтические вечера Я поняла, что вот это мое Это моя среда И до сих пор самые теплые воспоминания У меня о членах литстудии Пегас О Александре Николаевиче К сожалению, покинул нас уже достаточно давно В 1995 году И о Валентине Михайловне Юдиной То есть я нашла свою среду Вот так вот вслепую Ошибаясь там Принимая за друзей Совсем, значит, других людей Но тем не менее я нашла поддержку и понимание Это очень важно Потому что когда творческий человек Долго варится в собственном соку Теряется то, что называется творческим вдохновением Потому что вдохновение дарит Во-первых, самое сильное вдохновение Всегда после встречи с интересными людьми С непохожими ни на кого Допустим, я в восторге была Когда познакомилась в начале 90-х Тоже в литературной студии Пегас Которая проводила тогда семинары литературные И вот на одном из семинаров Я познакомилась с удивительным человеком Это поэт, прозаик, художник-график, сценарист Наталья Шумак Ну, наверное, помните Это очень известный человек в Мордовии Сейчас она буквально последний раз Я звонила ей 11 февраля Я исполнилась 51 год Я ее поздравляла Она говорит Я думаю, что приеду в Саранск Она сейчас много лет уже живет в Москве Закончила в ГИК Сценарный факультет И пишет сценарии для фильмов Вот То есть И я познакомилась с ее чудесной поэзией В начале 90-х годов Даже помню Что тело Это разума одежды Износится Их просто сбросит с плеч И дух свободный Так легко, как прежде Подумает, во что себя облечь Вот когда такое я прочитала Думаю, все Я с этой девушкой подружусь Шикарно Потом я увидела ее Совершенно необыкновенные рисунки Они в начале 90-х Были выставлены в Светлицын В салоне Мадам Караваевой И поскольку тогда начался Мадам Караваева Помните, да? Помните, прекрасно И, значит, тогда был наплыв в нашу страну Европейцев и американцев И они заинтересовались Вот необыкновенной Вот этой вот графикой Наташа И Наташа рассказывала Как я, говорит, на своем Плохом английском Пробовала, говорит, вот Объяснить там англичанину Что вот я хотела сказать Тем или другим рисункам Вообще ее графика во многом Напоминала графику Одри Берцлея Что-то много такое общее было Вот я счастлива, что я познакомилась С Камилен Пангалычевым Знаменитейший татарский философ Публицист, поэт замечательный Допустим, я очень люблю Одно его четверостише Просто я его прочитала давным-давно О заброшенной татарской деревне Деревня Арга умирает завтра В репейниках не будет и следа И в плащ Господень, сшитый из заката Репьем вцепилась Арга навсегда Вот это стихотворение об умирающей деревне Я люблю не только его поэзию Я люблю еще его прозу У меня книга его прозы Ягода репейника Вот, и я периодически перечитываю Тоже восхищаюсь Необычайный талант Тоже его заметил Александр Терентьев Значит, пришел он в студию Пришел на семинар Ну и вот состоялся такой Необыкновенный поэт И необыкновенный философ Конечно, Андрей Седов Он сейчас журналист Комсомольской правды По-моему, зафа-политическим отделом Тоже его удивительные, необыкновенные стихи Пришел, когда ему было 16 лет Стихи лирические, стихи о любви Стихи, посвященные матери Ну вот, допустим, стихотворение Посвященное матери я помню до сих пор Утро с окна сниму и сверну Ветку тумана поставлю в молоко Драгоценную женщину обниму И скажу ей, мама, мне жить легко Мне легко любить, мне легко летать И держать улыбку в зубах, как цветок Белым знаменем волосы твои называть Чудом солнечным яблочный твой пирог И пусть сердце к свече Примерзает опять Пусть кружится и падает голова Почему, расскажи, нам по 25 Лишь на разных снимках в конце стола Вот это поэзия, вот эти люди Вот эти люди окружали меня Теперь вы понимаете, почему я так люблю Приглашать самых разных людей Когда знаешь со слов человека С одной стороны, журналиста Тем более политического Я никогда не слышал о том, что Сидор Сидор Вы не слышали Он писал великолепные стихи Не только это я знаю, я знаю много его стихов Сейчас просто времени не будет, если я сейчас начну все читать Вот, но вот он ушел из поэзии Возможно, как он сказал Мне это стало неинтересно Но то, что он написал, я думаю Это вот останется просто в золотом фонде Мордовии Если говорить лучшие стихи о любви Кто написал в Мордовии, да, на русском языке Я скажу, это Сережа Казнов Которого я очень люблю И Андрей Сидов Лучшие стихи о любви Вот Ну и последний, конечно, вот мой любимый самый поэт Не считая Витю Мишкина Из наших вот мордовских поэтов Русскоязычных поэтов Мордовии Это Сережа Казнов Это, конечно, потрясающе И как бы вот он Поскольку он ушел в 27 лет За полгода он написал Так называемый звездный свет светит как-то устало Лермонтов мертв, а мы еще нет Но нам и этого мало То есть фактически человек предсказал свою судьбу И я вспомнила слова Пастернака Обращенные к юному Вознесенскому С которым он дружил Пастернак говорил Андрюша, никогда не предсказывайте свою смерть В поэзии это действует Вот, пожалуйста Наташа, у нас весенняя прекрасная программа Давайте не будем окружать Хорошо Мордовская земля питает свои таланты Согласны вы с такой точкой зрения? Или это может применяться к любой территории нашей необъятной России? Я согласна У меня два источника вдохновения Это, конечно, Мордовская земля На которой я родилась Потом просто меня увезли в возрасте 6 лет в Брянск Я там жила до 16 И, конечно же, Брянская земля Тоже такая древнерусская Пограничная земля Там были вот эти крепости-заставы богатырские Я тоже очень люблю Брянщину Но я люблю и Мордовию Даже вот когда я Несколько поездок у меня таких состоялось В том числе и за границей И когда прошла вторая неделя Моего заграничного путешествия Я поняла, что мне не хватает Саранска При всем при том, что я была в Праге Я была в Париже Я поняла, что мне не хватает Саранска Думаю, сейчас я Если поделюсь со своими соседями По этому путешествию скажет Ну, наверное, уже Пора Что-то не то Что-то не то С этой особой Вот Значит, у Виктора Мишкина Тоже безмерно почитаемого мной Замечательного поэта Есть стихотворение, по-моему Если человек приехал И пошел обниматься с вокзалом Просто он давным-давно не был дома Я вот ощущаю это стихотворение Что вот я подъезжаю к вокзалу И мне, как у Мишкина Хочется обнять этот вокзал В родном городе Это есть такое У меня было несколько Таких попыток Или что-то Возможности Попытка Значит, возможности Зацепиться за другие города И я понимала Что больше чем месяц Я в этом городе не выдержу Просто начинается Какая-то такая страшная тоска И я поняла Что я все-таки Вот Человек, рожденный на этой земле Вот Я должна жить На этой земле И в этом городе Не обязательно там Я не знаю Не выезжая в другие города И страны Но вот я должна Моя жизнь должна проходить В этом городе Есть ли у человека Занимающегося творчеством Какой-то свой собственный Алгоритм, методика Мне всегда удавались Небольшие рассказы И короткие повести Роман я написала Только один Он называется Возвращение Вот К такой большой прозе Объемной У меня никогда Не было такой склонности Вот именно мне хотелось Когда я читала Рассказы Чехова Или те же самые Рассказы Бунина Думаю даже Вот И на полторы страницы Но там вся жизнь В этом рассказе Там судьба Там душа Там жизнь И смерть Там бессмерти Я думаю Что ж такое Как они это делают Да И я попыталась Вот это применить К себе К объемной прозе У меня как-то не было такого Вот Значит Или допустим Как сейчас говорят Там Дилогии Трилогии Я бы и не смогла Такое написать Я просто бы Допустим Допустим Запуталась бы в персонажах И там упустила бы Сюжетную линию Просто элементарно Поэтому я всегда восхищалась Тем не менее Я люблю вот такую Многотомную прозу Я восхищалась всегда Моим любимым Роджером Роджером Железным Я восхищалась Его принцами Девять принцев Амбера Вот эти Хроники Амбера Я просто вот на ура Тем же самым Джорджем Мартином Да Если не брать сериал Сначала я прочитала книги Петель да и огня Тоже было это великолепно Но сама такое Я никогда писать не буду Я пишу рассказы И небольшие повести Это связано с самоощущением? Конечно 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 Я бы не выдержала Никакую идеологию Чтобы там держать На должном уровне характер И там какую-то сюжетную линию Разрабатывать Пришло вдохновение Оно достаточно короткий период Да И вот этот рассказ Я не то что вымучиваю Там по одному слову Я его вижу сразу Мне стоит только вот его записывать Озарение Однажды пришедшего Да Это очень важно Просто я знаю Что Одно время я могла За полгода написать Какие-то три хорошие вещи Такие Которыми я гордилась За последние полгода Вот что я создала За последние полгода Это было одно небольшое стихотворение Из трехчетверостиши То есть вдохновение Это очень имеет большое значение В том числе на меня Ну как вот Один из русских поэтов Писал ни дня без строчки Я так не могу Как это кажется? А минута и стихи свободно потекут Как писал другой поэт Есть такое Такое бывает Есть такое То есть главное сесть И начать работать Да Это бывает Что это По каким законам это работает Я не знаю Но это я ощущала Поэтому я говорю Вот для меня Например Поделюсь собственным опытом Самое важное Сделать первый шаг В любом творческом деле Вот сесть и начать работать А как же бороться Или воспринимать Такую проблему Как графоманство Когда человек Собственно говоря Ну вот работает В том числе и в стол И производит А может быть даже И издает На имеющиеся средства Свои гениальные произведения На самом деле Гениальности там И рядом не лежало Это есть такое Это есть и в поэзии Это есть и в прозе Я с этим сталкивалась Бывают графоманы Тихие, спокойные, интеллигентные Замечание какое ты сделаешь По поводу стихов Или прозы Они слушают Да, да Значит в следующий раз приносят Может быть чуть получше Но уже в общем Не такой кошмар Бывают графоманы агрессивные Самое интересное Что самые агрессивные графоманы Они получаются из людей Которые занимали Какие-то начальственные посты Человек, как правило Уже в возрасте Он выходит на пенсию Энергии еще полно И вот хочется эту энергию Куда-то воплотить Какие-то у него сбережения Естественно, значит Он начинает Как? Не буду называть фамилию Да уж, давайте не будем Не буду Нет, нет, нет Он издал несколько романов И с одним вот этим Готовым романом Причем изданным очень хорошо Причем заплатил деньги На хорошие бумаги С прекрасными иллюстрациями Значит, заявился На семинар Союза писателей Это было лет тоже, наверное 15 назад И представил вот эту книгу Я посмотрела, конечно Что-то где-то я посмеялась Ну, я ему просто сказала Что вот то-то, то-то, то-то Вот, значит Оборонительная реакция Была агрессивная Значит, он обвинил меня Там во всех там Существующих там Творческих грехах И добился того Что его роман Рассматривали чуть ли не На уровне министра печати Другой был Графоман очень интересный Он имел ученую степень Он был преподавателем Одного из наших вузов И меня поразило то Что когда он Представил свои работы Как в прозе, так и поэзии У него Листов с поэзией Было меньше Чем листов С перечислений Его наград Перед семинаром Подошел ко мне И сказал Вы знаете Я вот каждый месяц Все пишу-пишу А у меня все лучше И лучше получается Я посмотрела Думаю, наверное Попытка юмора какая-то Или что-то такое И потом я поняла Что человек серьезен То есть вот Всегда в творчестве Для человека Должен быть Так называемый Внутренний редактор То есть вот ты написал Да Внимательно еще Это перечитай Не будут ли над этим Смеяться Этому меня учил Кстати в поэзии Ну и в прозе тоже Это Александр Николаевич Терентьев Он говорит Вот ты написала А ты говорит Посмотри А можно из твоего Стихотворения Сделать пародию И мне это очень Помогало Много раз Самый строгий критик Для творческого человека Должен быть он сам Как сложилась эта книга С какими ощущениями Вы ее создавали Что хотели сказать Читателям И самой себе Ну и насколько Вы удовлетворены Той реакцией Которую Увидели От людей Которые пришли Увидеть Ваш сборник На презентации Эта книга Память о былом Она достаточно печальная книга Потому что она посвящена Моим друзьям И моим близким Которые уже ушли Когда я стала терять Близких людей Самых своих дорогих Да Я сначала конечно Это состояние было шока Такого да Просто мне не хотелось жить Думаю Почему же вот они уходят А я остаюсь А потом я подумала Что возможно Это должно остаться Я тоже не вымучивала Из себя эти строки Эти поэтические строки Памяти Самых близких людей Они у меня Приходили сразу Вот Отец Который долгое время Критиковал мое творчество Прочтя последнюю рукопись Да Книги Он сказал Вот знаешь Чтобы ты начала писать Настоящее Нужно Чтобы ты потеряла Я говорю Ты знаешь Я согласна вот сейчас Отдать все Что я написала Да Все вот мои возможности Только для того Чтобы вот они вернулись Потому что я потеряла Своего школьного друга Одноклассника С которым я сидела Два года за партой Была первая любовь С его там С моей стороны Он погиб в 2013 году Он был байкером Разбился на мотоцикле Я потеряла бабушку Я потеряла маму Я потеряла еще Нескольких своих друзей детства Поэтому эта книга Она такая вот Невеселая Но когда это стало записываться Я поняла Что какая-то красивость Там Манерность Которые были присущи Прежней моей поэзии Они уходят И остается вот Такой какой-то Сдавленный крик Да Вот такой очень искренний Ну такой вот плач По ушедшим Ну последнее стихотворение Допустим я написала В октябре месяце Когда поехала в Брянск Навестить своих Оставшихся друзей Навестить родные могилы У меня получилось так Написаны Они выстраданы Они выстраданы Ну наверное это и есть Настоящее творчество Да Когда все через сердце Через душу Да Но это слишком больно Да Это так Я очень рада была Я очень рада была Что на презентацию Пришли мои друзья Поэтесса Наталья Задальская Издатель мой Сергей Голованов Поэт Сергей Белоключевский Замечательный пародист Которого я очень уважаю Пришли Поняли Оценили Просто я еще раз Побыла в той среде Творческой Которую очень люблю Которая Слава Богу Слава Богу Она есть Да Она есть Это самое главное Это самое главное Это и защита И вдохновение Одновременно Вот эти люди Ну мне бы совсем Не хотелось Чтобы мы На такой Ну грустной Ночной Заканчивали Нашу программу Один Прекраснейший Английский писатель Однажды сказал Лечите душу Ощущениями Я люблю Как здорово Это Оскар Ольц сказал А Я сначала сказала Потом вспомнила Автора Вот Я люблю Впечатления Меня привлекает В этой жизни Все Это закат Над рекой Это Моя поездка В другой город Через Великолепнейшие Лесные просторы Допустим Я ехала в Брянск Когда в начале Октября Была золотая осень Более красивые дороги Чем вот эта Брянская дорога От Москвы до Брянска Шесть часов Когда я просто Прилипла к окну И смотрела Какая запредельная красота За окном Более красивой дороги Я не помню Это поездки Это встречи С интересными людьми Это Я не знаю Там Чашечка чая В дождливый вечер С хорошей Прекрасной книгой Это кошачья Мурлыканье Это встречи С близким И любимым человеком Это встречи Со своими родными Которых ты Очень долго не видел Когда допустим Мы со своими сестрами Давно не встречаемся Мы начинаем Перезваниваться друг к другу Что-то я по тебе соскучилась Я говорю И я тоже соскучилась И каждая встреча Конечно С близкими Родными людьми Это один Огромнейший праздник Который Остается в душе И из вот этих Ощущений И впечатлений Мира Потом складывается Творчество Конечно Вот Ну что ж Мне только остается Пожелать Чтобы это творчество Складывалось 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 И складывалось И вы продолжали Радовать нас Своим присутствием В этом творческом пространстве Спасибо Сергей Спасибо Благодарю вас За этот прекрасный разговор Надеюсь Что нашим зрителям Вы передали Те же прекрасные Искренние чувства Которые я сейчас Испытываю Общаясь с вами Спасибо огромное Спасибо большое вам Это была программа Гость студии На народном телевидении Мордовии Всего вам самого доброго До свидания Вот и голос Который больше не нужен Прозвучал из города Которого нет на карте По ручьям ушел Февраль безоружным Пост оставив Зыбкому синему марту Голос из города Моего детства Где ракиты держат Грачиные гнезда И где золотая весна Прямо в сердце Запускает тихие Вечерние звезды Милый голос Опоздавший на целую вечность Из краев Где трава зелена Как стронцей Пальцы крошат мел И звучит смех беспечный И в пенале спрятано Рыжее солнце Детский голос Сияющий с одно сердца Да не заметет тебя Вихрь постылый От тебя теперь мне Некуда деться До тебя же дальше Чем до могилы Между нами преградой Целое небо В звездной вечности Смерзшейся комья Чай допью Укроюсь пушистым пледом И шепну засыпаю Все-таки вспомним Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова